Председатель Ассоциации ветеранских организаций Министерства внутренних дел Московской области Виктор Свиридов в своем выступлении рассказал о проведении контртеррористических операций на территории Афганистана. Именно на сотрудников правоохранительных органов тогда легли самые сложные обязанности по выявлению бандформирований во взаимодействии с лояльно настроенным населением. Виктор Алексеевич и сам прошел через Афганистан, потому вспоминает о тех годах с волнением. Это нельзя передать, наверное, как-то сказать. Не знаю, совершенно все было по-другому. Мы друг на друга надеялись, верили. Не было ни обмана, ни лжи. И, в общем-то, благодаря этому, может быть, и выжили. Памятные медали сотрудникам управления МВД России Щелковская, которые воевали в Афганистане, вручил председатель Щелковского отделения Всероссийской общественной организации «Боевое братство» Анатолий Тананаев. Кстати, тоже участник боевых действий. Он был ранен в Афганистане, там погибли его товарищи. Память о них, обо всех невернувшихся с этой войны, была минута молчания. 30 лет назад молодые наши сотрудники уходили в Афганистан исполнять свой служебный долг. И, несмотря на то, что они исполняли свой служебный долг, но они исполняли их в особых условиях. Это боевая была обстановка. И нахождение их там предполагало в любой момент совершить поступок. В период с 1979 по 1989 годы из более чем 5000 милиционеров и военнослужащих внутренних войск, выезжавших в Афганистан, 28 не вернулись. После завершения мероприятия к памятнику сотрудникам управления, погибшим при исполнении своего служебного долга, в этот день легли живые цветы. Андрей Цихадович, Валерий Жеглей, телерадиокомпания «Щелково». Продолжение следует...